Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале! Сегодня будет очень интересное видео, а именно мы с вами будем сводчить нюдовые помады. Я решила сделать вот такую подборку своих самых часто используемых, а также прикупила несколько новинок для того, чтобы сделать на них обзор, протестировать и сказать мое мнение о них, потому что эти помады также достаточно популярны. Здесь будет абсолютно разный ценовой сегмент, разные оттенки, и я думаю, это будет интересно и полезно, поэтому если это так, то не переключайтесь и продолжаем смотреть. Ну а также, дорогие мои, не забывайте про мой инстаграм, так как там все самое свежее, интересное, сториз, прямые эфиры, посты, где я отвечаю на ваши вопросы, поэтому переходите по ссылочке и подписывайтесь. Ну а мы с вами начинаем, и первая помада, она уже на мне, это мак в оттенке Honey Love. Это моя любовь, которая покупает третий или четвертый раз, и я очень ее рекомендую многим девочкам, потому что в тюбике она смотрится немного рыжей, но когда вы наносите на губы, это идеальный бежевый оттенок, даже немножко с легкой розовинкой, и на самом деле, кому бы я только ее не наносила, она на всех смотрится очень круто. На мне, возможно, она смотрится не так, как мне бы хотелось, но в сегодняшнем видео я не буду использовать никаких карандашей, буду просто на голые губы наносить помаду, чтобы вы поняли ее оттенок, а также могли прочувствовать ее текстуру. Эта помада относится к линейке матовых помад, но, как вы знаете, маковские помады, они не на 100% матовые, они не пересушивают губы, мне с ней комфортно, она достаточно стойкая, если я делаю ее на карандаш, то держится она очень долго. Могу рекомендовать ее как на повседневный вариант, так и на вечер, например, если вы любите делать акцент на глаза. Вообще помада очень универсальная, я поэтому ее покупаю снова и снова, потому что на многих девушках, как я уже сказала, она смотрится очень красиво и достойно. Давайте дальше, и следующая помада это будет марка Bobbi Brown, оттенок называется Pink Nude 26. Это именно розовый нюд, она у меня немножко сломалась, но текстура и цвет мне очень нравятся. Честно признаться, я ее до этого никогда не наносила на себя плотным слоем, поэтому не знаю, как она будет смотреться на мне, но это вот очень интересно, и давайте посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, смотрите, как она смотрится. Честно признаться, на себе розовый мне не очень нравится, но в работе я ее очень часто использую, иногда добавляю ее только на центр губ для того, чтобы придать легкий оттенок. Не обязательно всегда использовать помады по назначению или наносить их плотным слоем, вы можете всегда их использовать как тинт, просто пальчиком, и вот именно когда наношу ее пальцем, мне она нравится больше. По поводу текстуры, если сравнить, например, с предыдущей MAC, то она более жирненькая. Знаете, ее когда наслаиваешь, наносишь на губы, она прям сразу дает такое плотное покрытие. Также заявлена как матовая помада, но в то же время она очень кремовая, то есть она так и называется Creamy Matte Lip Color, и это очень круто, потому что, опять же, с ней будет комфортно. Если вы не любите ощущения вот этих стянутых сухариков, то я думаю, что помада Бэйв Браун вам также понравится. Но по поводу оттенка уже смотрите сами, если вы любительница розовых оттенков, если вы голубоглазая блондинка, то я думаю, что это must have для вас. Далее давайте поговорим о чем-нибудь более бюджетном, и сейчас я хотела бы продемонстрировать помады Seventeen. Оттенок 02, очень популярный цвет, также из этой же линейки у меня будет оттенок 05, более яркий, но в то же время относится к таким спокойным нудовым цветам. Поехали. Итак, первый наношу в оттенке 02. Ну и как вы уже могли понять, это жидкая матовая помада, двухсторонняя, где с обратной стороны есть блеск, но он абсолютно бесполезный, я никогда его не использую, и мне он не очень нравится. Помада 02, Seventeen, я ее обожаю. Это идеальный нюдовый оттенок, что-то между бежевым, что-то между розовым. Идеальное сочетание, я ее прям всем рекомендую. Это must-have не только в макияже для себя, но и для визажистов, потому что, мне кажется, это очень такой невесточный цвет, в то же время суперстойкое покрытие, но ее единственный минус это то, что она матовая, то, что она действительно немножко стягивает губы, поэтому предварительно, перед тем, как наносить такую помаду, хорошо увлажните губы, иначе после вы получите прям такие стянутые-стянутые губы. По поводу этого цвета, я его абсолютно всем рекомендую, Ну, а сейчас хотела показать более яркий, насыщенный вариант, оттенок 0,5. Давайте посмотрим. Очень тяжело стирается, она прям совсем матовая, и прям... Нет, мне понадобится двухфазная. Ну, и теперь наносим ее. Вот она смотрится чуть ярче, чем ваш природный оттенок губ. Почему я отнесла ее к разряду нюдовых? Потому что для меня это не яркая помада, хотя для многих это, возможно, будет оттенок красного, но мне кажется, что все-таки она в таких коричнево-винных оттенках, и ее еще можно отнести к нюду. Для всех, кто не любит слишком что-то светлое, кто хочет подчеркнуть губы, сделать их более выразительными, то вот этот 0,5 оттенок, мне кажется, можно использовать на каждый день абсолютно спокойно, но смотрится он, конечно, намного ярче, чем все те помады, которые я вам показывала только что. Возможно, этот вариант оттенка понравится не всем, но, как мне кажется, он очень осенний. Далее мы с вами будем тестировать вот такие матовые помады от марки Вен Сабо в оттенке 218 и 219. Называются они Matte Magnifique, и я про них много раз рассказывала, мне нравится их бархатистая текстура, в то же время у них есть красивые оттенки, я часто между собой их смешиваю, потому что не всегда они мне нравятся поодиночке, я вообще люблю все смешивать, как вы могли заметить. В общем, давайте начнем с 219, это такой, знаете, серо-розово-бежевый оттенок, холодный очень, но очень трендовый. И интересно, как он будет смотреться на меня. Итак, сейчас на меня оттенок 218, я начала говорить, что мне очень нравятся эти помады, но самое большое их преимущество — это удобное нанесение. Оно действительно настолько комфортное, здесь такой классный просто прямой аппликатор, и он в секунду наносит, и сразу получается очень ровно по вашему контуру, в общем, все как надо. Давайте теперь поговорим о минусах, и это, конечно, то, что они не такие стойкие, как заявлено, потому что матовые они не настолько матовые, как должны быть. Если вам видно, то на них все-таки присутствует легкий сатиновый финиш. Если их промокнуть, то получится легкий тинт, что мне очень нравится. Но когда вы наносите их плотным слоем, есть ощущение немножко недокрашенных губ, потому что спустя 10-15 минут начинают появляться проплешины, она часто собирается и скатывается в складочки, и это не очень красиво, поэтому эту помаду нужно постоянно поправлять. Оттенок специфический, но кто-то такой очень любит, поэтому если вы искали что-то немножко серое, то вот. Теперь давайте 219, это максимально такой естественный натуральный оттенок, и мне кажется, он очень многим подойдет. Вот эта помада называется идеальный нют, на мой взгляд, потому что она подходит абсолютно всем и каждому. Это такой правильный оттенок между персиковым, розовым и бежевым, что-то между, очень красиво смотрится. Опять же, комфортное нанесение, и вот этот оттенок, кстати, не так сильно скатывается, и на нем меньше видны проплешины, возможно, это связано с цветом. Далее давайте посмотрим помаду от марки 17 также, но вот в такой тубе, и это будет оттенок 03. Эта помада дает вот такой готический оттенок, что-то между коричневым и серым, похоже на марку Венсабо в оттенке 218, но по текстуре абсолютно другая. Вообще обожаете помаду, потому что цена-качество у них очень крутой. Иногда на распродаже они стоят 180 рублей, и они действительно матовые, они долго держатся, они хорошо наносятся. По текстуре помада, кстати, схожа по ощущениям вот этой вот марки Боби Браун, которую я показывала в начале видео. Ну и вообще у них очень большая линейка оттенков. Вы можете найти здесь и идеальный нюд, и идеальный красный, и сливовый оттенок. В общем, обожайте помаду, и всем их рекомендую. Следующая помада будет также в похожем оттенке. Это Эстрада, оттенок номер 102. Она по текстуре кремовая, то есть это не матовый цвет, но у нее очень интересный оттенок, давайте посмотрим. Очень интересный цвет. Возможно, не с этим макияжем глаз, возможно, здесь нужны какие-то стрелки, или вообще ничего не нужно делать на глаза, потому что цвет самодостаточный, либо вы можете его добавить каким-то черным, либо серым. Смоки тоже будет очень круто. И обожаю эту текстуру. Она такая сливочная, помада очень плотная. Опять же, Эстрада, вы знаете, что это очень бюджетная марка. Я не знаю, помада стоила, по-моему, 150 или 180 рублей. И за эти деньги, мне кажется, это интересный оттенок. Минус, конечно, это упаковка. Вот этот вот пластик, он совсем смешно смотрится, как детская косметика. И из-за того, что помада слегка расшатывается, пластик потом начинает пачкаться, поэтому к минусам можно отнести упаковку. Но так как у нас бюджетная марка, что сделаешь? Давайте теперь поговорим немножко о люксе и попробуем Tom Ford. От Tom Ford я буду сегодня тестировать вот такую помаду в оттенке 09, называется First Time. И давайте посмотрим. Этот цвет, наверное, сейчас мне не очень подходит, но обожаю текстуру. Жирная, сливочная, заявленная, опять же, как такая матовая, но не сушит абсолютно губы. Очень стойкая, потому что я ее любила наносить после отпуска, когда я была загорелая. Мне кажется, кстати, что на загорелых девушках вот этот цвет будет очень красиво смотреться. И работала с ней целый день, она никуда не стиралась. Конечно, немножко пропадал пигмент, но, в принципе, цвет сохранялся. Поэтому помадам Tom Ford Plus недаром они стоят практически 4 тысячи. Ну и, конечно, подборка цветов у них интересная. Сначала кажется, что вроде обычный персиковый оттенок, но когда начинаешь на нее больше смотреть, видеть на себе, понимаешь, что все-таки цвет, он не такой простой, как покажется на первый взгляд. Поэтому стоимость чуть выше. Поехали дальше, и сейчас посмотрим Dolce & Gabbana. Итак, помада Dolce & Gabbana у меня в оттенке Nude 50. Супер светлая, сразу скажу, на мне она смотрится ужасно. Ну, я вам ее покажу. Обязательно я ее растушевываю пальцем, потому что она никогда не дает плотного слоя, она всегда такие проплешины дает. И ее нужно носить только на карандаши. Но сегодня я взреклась не использовать карандаши, чтобы показать чистый цвет помады. Ну, в общем, что-то вот такое. Красивая упаковка. Вот такой красивый кристалл. Пахнут помадой Dolce & Gabbana ужасно. Ну, точнее, не ужасно, но как косметика из Роспечати, на мой взгляд. Цвет. Почему я его показываю? Да, он смотрится очень странно, неоднозначно и мне, как мне кажется, он абсолютно не подходит. Но я наношу его всегда следующим образом. Я затемняю полностью контур губ и добавляю помаду только в центр. Немножко оттушевываю, и тем самым получается легкий эффект амбре. И она очень красиво смотрится. Именно вот таким образом. Со смоки. Когда нужно что-то сливочное, нейтральное. Очень красиво. По этому помаду я эту в большей степени использую именно в работе. Она у меня уже вторая. И я, наверное, буду ее дальше покупать. Хотя, конечно, цвет неоднозначный сам по себе. Далее мы поговорим о более бюджетных марках. У нас остались марки поездка. Трис, Никс и Диваж. Ну, а это моя любимица, с которой вы уже знакомы, поезд в оттенке 700. Ужасного запаха помада. Не очень удобный аппликатор, потому что он слишком мягкий. Неупругий. Тяжело контролировать нанесение. И текстура очень странная. Раньше я вам об этом не говорила, кстати. Итак, эта помада, опять же, заявлена как матовая, но вы видите, что она с блеском, с достаточно таким очевидным. Она стойкая. Если я ее промокну салфеточкой, то она вот сейчас, мы убрали лишний блеск, и она стала, конечно, более матового финиша. Так она мне нравится больше. Я ее также люблю наносить в качестве тинта, либо смешиваю ее с каким-то более темным оттенком помады, для того, чтобы добиться легкого эффекта омбре. Раньше я использовала ее в чистом виде, наносила часто просто на все губы, но сейчас она мне перестала так сильно нравиться, именно как самостоятельный продукт, и я ее всегда использую в паре с чем-то. Но, опять же, оттенок розового здесь очень правильный, холодный, немножко такой пыльный, поэтому плюс. Помада Catrice, также серия Matte, и это оттенок 0,10. Очень вкусный аромат. Особенно после поезд, это прекрасный аромат. И цвет. Мне этот цвет очень нравится, это вот одна из немногих бюджетных помад, которая очень хорошего качества, текстура и хороший цвет. Ну, мне кажется, здесь можно без лишних слов, и все так понятно, и она действительно бархатная по ощущениям. Вот так даже, когда делаешь, очень комфортно. И теперь на очереди у нас помада от марки Divas, вельвет, matte liquid color. И это оттенок. Кстати, какой же это оттенок? Какой это оттенок-то, блин? Оттенок номер 13. Не очень однородная. Нужно наслаивать ее. Это, кстати, первое впечатление, я ее до этого не наносила. Специально купила для обзора. Ну и подчеркивает все шелушения. Но цвет интересный. Опять же, на загорелых девушках летом, мне кажется, будет очень красиво. Некомфортно с ней немножко, потому что я ее ощущаю. Нет ощущения стянутости, просто есть ощущение помады на губах. Слегка подчеркивает текстуру, но матовым помадам это свойственно, поэтому не знаю, в плюс это или в минус. Но цвет интересный. Давайте, у нас осталось всего две помады и обе от марки NYX. Итак, первая помада, которую я вам сегодня покажу от марки NYX, это вот такая легендарная серия. Оттенок у меня London. И давайте посмотрим, как она смотрится на губах. Мне не нравится текстура этих помад. Честно признаться, у меня была помада в оттенке Tokyo розовая, и вот ее наслаиваешь, 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 все равно какие-то проплешины. Ну и здесь, в принципе, такая же ситуация. Цвет, на мой взгляд, неоднозначный, но интересный. Почему бы нет? С таким макияжем глаз, кстати, мне кажется, достаточно сочетается. Мне не нравятся эти помады, если честно. Мне кажется, что за эти деньги можно найти что-то более качественное. Ну а теперь давайте продемонстрирую еще одну помаду от NYX. Называется она Lingerie, и у меня это оттенок 0.8. Вот это уже больше похоже на матовую помаду. И по текстуре намного плотнее. Итак, на мне сейчас помада марка NYX Lingerie оттенок 0.8. И, конечно, если сравнить, например, вот с этой серией помад от NYX, то это более матовая, намного более устойчивая. Очень плотная в нанесении, когда вы только прикасаетесь с аппликатором губам, сразу наносится большое количество помады, легко растушевывается, но вот сейчас она подсохла, и я вижу каждую складочку, каждую морщиночку, хотя губы у меня были достаточно увлажненные перед нанесением, и поэтому вот она мне в этом плане не очень нравится. Но, наверное, это для тех, кто любит прям стойкие, жидкие варианты матовых помад. То, конечно, эта серия как раз-таки была направлена на таких девушек, но лично я не очень люблю это ощущение, поэтому мне, наверное, эти помады не нравятся, и вообще, честно признаться, помаду от NYX почему-то меня разочаровывают. Хотя, наверное, все-таки в большей степени эти помады были направлены именно на тех девушек, кто любит вот такой вариант, но я, если честно, его не очень люблю, поэтому сказать о том, что я без ума от нее, и в том, что я в нее влюбилась, нет, такого сказать не могу. И честно, вот обе помады от NYX мне прям меньше всего понравились в сегодняшнем обзоре. Не знаю, как вам, пишите в комментариях, пожалуйста, какие оттенки вам очень понравились, какие помады вы сами используете. Идеальный нют, на мой взгляд, это всегда актуальная тема. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить мне лайк, также подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Ну, а я вам всем желаю хорошего настроения и до встречи в новых видео. Пока-пока! Пока-пока!